Информа агентства «Высота-102» начинает цикл передач «Борьба с коррупцией». Первые, кто откликнулся на просьбу рассказать о своей деятельности, стали сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности главка МВД России по Волгоградской области. В 30-х их называли особоуполномоченными, инспекторы по спецпоручениям. И всегда и с тех пор сотрудники этой службы, которая именовалась сначала инспекцией по личному составу, а потом оперативной частью собственной безопасности, считаются лучшими. С большим опытом работы, рекомендовавшей себя каждый со своими заслугами, им поручено охранять государственность. В Волгоградской области это подразделение возглавляет полковник Евгений Григорьев. Сегодня ли от природы скромный, за все время нашей беседы он так и не решился похвалиться, открыв шкаф ведомственными наградами, а их немало. Мне показалось, что не то чтобы с неохотой, но даже какой-то неловкостью рассказывают об уголовных делах в отношении сотрудников полиции. Ну в том смысле, что это коллеги бывшие, кто-то действительно был на хорошем счету, но черт попутал или еще что. Рассуждать, почему так случилось, честно говоря, не поздно. Важнее пресечь то, что еще может случиться на предыдущем опыте. Ну или уже выявить. 53 уголовных дела возбуждено с начала года, больше половины в отношении непосредственно тех, кто числился в составе полиции, преобладает коррупционная составляющая. 11 фактов у нас получения взятки, 8 фактов превышения должностными полномочиями и 2 факта служебного подлога. Как правило, является подразделение Государственной инспекции дорожного движения. Обусловлено, скорее всего, тем, что, естественно, это большое количество, наибольшее количество личного состава, и оно непосредственно взаимодействует с гражданами. Пожалуй, вот она самая громкая история 2015 из дорожной жизни Волгограда. Сразу 8 человек, сотрудники ДПС из Абрашиловского района, защищая город от пьянства за рулем, удержались. Была создана преступная группа. Осуществлялась психологическая обработка водителей с созданием условий для последующего вымогательства взяток, позволяющих убедить водителя наличия у него достаточного уровня алкогольного обвинения для того, чтобы провести результативное, так называемое, результативное медицинское свидетельство, склонить его к передаче взятки и остаться с водителем таким образом, чтобы у последнего отсутствовали какие-либо мотивы написания жалоб заявления. Дежурили по утрам в разных районах на патрульках. Вот, например, остановленного водителя просят думать, но не в прибор, а в открытый жезл. Казалось бы, не почувствуя автомобили за собой вины, может, только спор бы вышел в защиту своих прав, сыграло бы свою роль знание закона. Наверное, без трубочки бы не обошлось, но нет. Валитель направляется в патрульную машину с намерением решить вопрос. Ну давайте договоримся. Ну как ты договоришь? Сегодня. Это ки***. Смотри, ситуация, что же. Бешеный, штраф стоит. Ты его не потянешь. Сколько дней зарплаты? Ну 30. Ну я говорю, ты не потянешь, что-то 3 зарплаты примерно. Ну давай, 10 тысяч, а там тебе что? Сколько? 10. Я тебе оформлю. Ну а сколько надо? Ну давай, ну у меня, смотри, у меня карточка там 25 или 30 тысяч, я не помню. Да и что? Ну давай, вот доедем. Ну больше у меня действительно нету. Ну тут водитель останавливает процесс тестирования, иначе точно протокол. В данном случае спасает, в кавычках, звонок матери пенсионерки с просьбой занять. Но были случаи, когда члены этой группировки отвозили на своем личном транспорте водителей в кредитные учреждения или ломбарды. Наибольшая сложность оперативников службы собственной безопасности состояла в том, чтобы задокументировать совершение преступления. Ну всех секретов работники по личному составу, конечно, не раскроют. Ну ввиду сложности и постоянного, можно сказать, где-то, наверное, ужесточения нашего действующего законодательства и в области оперативно-ростоственной деятельности, уголовного процессуального, уголовного законодательства. Для документирования, естественно, не предоставлялась нам какая-то возможность привлекать водителей в качестве, которые в последующем могли бы использоваться заявители. Все оперативно-ростоственные мероприятия проводились, что называется, со стороны, фиксировались все действия абсолютно нейтрально, без нашего какого-то искусственного вмешательства, которое создавало бы условия, при которых преступление не было бы совершено. От 100 до 300 тысяч рублей. По данным следствия, сумма ежедневного незаконного дохода теперь уже бывших сотрудников ДПС. Дело идет к суду. На вопрос, в отношении кого чаще приходится расследовать дела о коррупционной направленности, ответа от следователя четкого нет. Но он при этом выражается уверенно, корысть и взяточничество – это скорее ментальная некая особенность характера, нежели конкретной профессии. Тем более, в данном случае, с учетом количества взяткодателей, а их более 20 только задокументированных. Это присуще, собственно говоря, всем. В данном случае получилось так, что определенные лица собрали вокруг себя тех единомышленников, которые хотели достигать именно эту цель. Действовали они достаточно сплоченно на протяжении продолжительного периода времени. В принципе, любые люди хотят зарабатывать, но нужно это делать законным путем. Здесь сложно сказать, была ли обработка психологическая, либо они находились в дружеских каких-то отношениях, в том числе имея рабочие взаимоотношения. Следствие не может исключать и этого. Но все-таки основным мотивом было желание именно всех сотрудников ГАИ получать существенную выгоду от своего должностного положения. И вот еще один пример работы службы собственной безопасности. Правда, это тот случай, когда хоть и смежный с полицией профессий, но все же преподаватель в УЗМВД попадает под уголовную ответственность. На оперативных кадрах видно, что бывший сотрудник академии открыл дверь незнакомцам. Когда понял, что пришли за ним, сначала пытался бежать, потом напомнил супруге о чем-то важном в их комнате. Спустя несколько минут жена уже прячется за спиной купюры, пытается их порвать. 400 тысяч рублей. Кажется, что именно грамотные переговоры оперативников спасают вещественные доказательства от уничтожения, а женщину от уголовной ответственности. История оказалась довольно обыденной в практике получения взяток в учебных заведениях любого направления, как может подумать читатель нашего информагентства. Если бы не одно «но». В разработке находился человек, который учил студентов государственности, порядочному отношению к обществу, прививал достоинства, но должен был. Итак, речь идет о мошенничестве, ведь в результате преподаватель не собирался ничего предпринимать в отношении абитуриента. Он, как никто другой, знал, что молодой человек способен сам блестяще пройти вступительные экзамены. Оперативники не скрывают, что посредничество при получении взятки усложняет сбор доказательств для изобличения своих коллег. Ведь они сами всерьез внимательны к обстановке, знают, какие операции применяются для разработки. Но и здесь есть свои секреты. Нестандартность при принятии каких-то решений. И иногда действительно есть определенный у нас перечень противно-разыскных мероприятий, которые мы можем провести, их всего 14, в рамках которых мы можем задокументировать преступления. Побудить должностное лицо, которое пытается оказаться в тени, как себя проявить, да, проявить и, соответственно, уже проводя непосредственно оперативно-разыскные мероприятия, его и задокументировать. Да, в 2015-м случаев выявления преступлений среди сотрудников полиции в Волгоградской области стало больше, на несколько, но одновременно и возбужденных уголовных дел по статье 291-й дача, взятки тоже. Профилактика, говорит Евгений Григорьев, в первую очередь, и сообщение о попытке подкупа вышестоящему руководству, опять-таки, документирование преступления. И здесь, во время беседы, я прошу начальника подразделения собственной безопасности полиции обратиться к коллегам, мол, не подкачайте, надо служить родине, граждан защищать. Но как здесь уйти от банальности? Но обратиться с каким-то призывом? Слова не сразу подобрать можно, ведь и без них здравомыслящим все понятно, но просьбы коллегам все же нашлись. Просто помните знать, что каждый необдуманный поступок бросает тень не только на самого сотрудника, на его родных, на коллег, его подразделения и в целом полицию. Доверие граждан дорогого стоит, завоевывается с особым трудом. Но это, конечно, не повод сложить руки сотрудникам собственной безопасности. Им каждый день и каждую минуту не просто ухо востро, им все время надо быть наглого выше своих коллег, на опережение, не играть, а работать. Работают здесь одни из самых лучших стражей порядка региона. Здесь сама совесть полицейских, здесь и их совет, когда нужна защита от противоправных действий, подстав, как хотите назовите, но и такое бывает. Еще здесь не ждут телекамеры и таких гостей, как мы, журналисты, но ведь и о работе таких подразделений должен знать каждый из нас. Информагентство «Высота-102» продолжит серию материалов борьбы с коррупцией, и мы следим за развитием событий. Марина Клинкова, Андрей Денисов, Андрей Рожин. Специально для информагентства «Высота-102». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова